В 1839 году немецкий геолог Густав Розе нашел в уральских горах необычный камень. Ни на что не похожий минерал он отвез в Петербург и подарил известному ученому, графу Льву Алексеевичу Перовскому. В честь него же и назвал свою находку — перовскит. Понадобилось еще полтора века, чтобы ученые поняли, именно в нем ключ к очередному витку научно-технической революции. Между двух стекол есть прослойка с перовскитными наноматериалами, которые внедрены в полимер. Таким образом, это своего рода триплекс, который можно заставить светиться. В состоянии, когда он светится, его пропускная способность для человеческого глаза гораздо хуже. Стекла, способные воспроизводить изображение, менять прозрачность и цвет, мы уже видели. Правда, пока только в научно-фантастических фильмах, в рубках космических кораблей и секретных лабораторий. Ученые из ИТМО за завесой тайны не прячутся. Охотно показывают, как создают и испытывают уникальные материалы. Необычные свойства перовскитов исследователи заметили, когда добрались до квантовой сути этого вида минералов. Оказалось, что его частицы весьма своеобразно воспринимают свет, могут поглощать, а могут и излучать. Главная проблема — научиться управлять этими процессами. Область исследования взаимодействия света с веществом, с материей в разных ее представлениях, она до сих пор не до конца понятна. И как взаимодействует свет с наночастицами из какого-либо материала, тоже далеко не тривиальная задача. Три года назад в лаборатории физико-технического факультета ИТМО появилось уникальное оборудование. В стерильных боксах почти алхимия. Исследователи воздействуют напрямую на атомы и электроны перовскитов, представляют их как в конструкторе, заменяют одни элементы на другие. Это химический бокс. Здесь много-много всевозможных баночек. И как раз это та область, где можно развить свой творческий потенциал и синтезировать что-то новое, чего в природе нет. Мы в течение одного дня можем попробовать сделать материал, создать устройство и понять, что получилось. И если что-то не получилось, то вернуться к предыдущему технологическому этапу. Главный изъян искусственных материалов — их нестабильность, говорят ученые. Решение проблемы где-то на пределе нынешних человеческих знаний о квантовой физике и устройстве наномира. Поэтому до космолетов пока далеко. Но уже сейчас петербургские ученые обещают революцию в области светодиодов и солнечных батарей. Это устройство может собирать энергию в солнечный день, излучать энергию по запросу потребителя. Ну и также, так как это три стекла с двумя полимерными парослойками, по сути, у нее улучшены прочностные качества. То есть можно представить себе, как в будущем автобусные остановки будут самостоятельно генерировать электричество и делать подсветку вечером. В лаборатории уже научили перовскитные пленки излучать любой оттенок. А лазер помогает формировать нужные рисунки прямо на поверхности стекла. Сергей Загадский, Александр Поповцев и Константин Никитин. Вести. Петербург. В капитальной науке физический факультет ИТМО занимается практическими разработками. За то время, которое я провел на факультете, я понял, что охватить все подробно не удастся даже за пару дней. Заметная часть таких разработок, от которых можно получить реальную пользу уже сейчас, находится на близком к финальному уровню готовности. По международной классификации TRL 4 и 6. То есть уже проверенные и работающие прототипы, существующие не только в лабораторных условиях. Именно такие сегодня и посмотрим. Но начнем с неорганических люминофоров. Если в МГУ мы в свое время недавно совсем говорили об органических, то тут несколько иная технология. Неорганический люминофор. Основанный он на нано-кристаллах перовскита, свинцово-галогенидного перовскита. Вообще перовскиты это класс материалов такой, который структурный материал. И открыт он был на Урале много лет назад, уже больше ста прошло. Как раз тот был совсем другой, не светился, свойствами были другие. Но структурный мотив точно такой же, как вот у этого свинцово-галогенидного перовскита. Последние, наверное, 10 лет, может быть, чуть побольше. Эти материалы очень и очень интересуют исследователей. Там много каких-то интересных свойств. В первую очередь, конечно, все из-за фотовольтаических свойств. Ну, то есть они могут прийти как ультрадешевая замена современным кремниевым батареям, которые стоят достаточно ощутимых денег. Но также оказалось, что они прекрасно излучают очень узкие линии иллюминисценции. И на основе таких вот нанокристаллов разрабатываются сейчас всевозможные фотоэлектронные, фотонные и прочие устройства. В частности, например, самое очевидное, это применение в пиледах, так называемых. То есть это леды, основанные как раз на перовскитных материалах. Опять же, как раз главное, наверное, что достоинство – это как раз ужас линий, что, в принципе, позволит охватить гораздо больше, чем 10 бит. Ну, 10 бит – это само собой, но это в будущем. Сейчас есть, конечно, проблемы, которые как раз, в том числе и мы решаем. Много коллективов в мире этим занимаются. Ну, наиболее стабильный, наверное, зеленый. И с ним даже ничего делать не надо. Он изначально, как видите, хорошо себя ведет. Идеально попадает в то, что нужно попадать. Это в 525 нм. Ну, там можно варьировать, это несложно. Здесь из-за того, что природа лиминофора как раз икситонная, получается, нет такой проблемы синего пикселя, как существует вообще в органических, во всех этих современных диодах, светодиодах. Там происходит выгорание. Ну, в общем, механизмов очень много. Но самое главное, что происходит под действием электрического тока выгорание, которое необратимо. Здесь же такой проблемы нет. Узость линии высокая, стабильность. Ну, сейчас есть некоторая проблема фазовой стабильности. То есть, не совсем идеально долго получается сохранять синий этот цвет. Он начинает зеленеть со временем. Ну, с красными там, это, конечно, для пироскитов красный светодиод – это сейчас большая проблема. Его долгосрочное функционирование. Так-то получается все хорошо, но вот долгосрочный, в общем, над этим много тоже умов бьется сейчас. Но, с другой стороны, всегда можно использовать кадмиселеновые, так называемые, но тоже на квантовых точках. Это одна из реальных рабочих гипотез, которые сейчас, в общем, пытаются реализовать. Можно сделать просто из… ну, наверное, знаете, так хитрят производители, делают стандартный фиолетовый, сине-фиолетовый галлий-Н на полупроводнике, такой светодиод. А сверху наносят два люминофора, там вот зеленый, например, и красный. Они возбуждаются за счет света от галлиэн исходящего и переизлучают, получается, в нужном диапазоне. Так тоже можно сделать. В данный момент Мария готовится подключить экспериментальный образец тонкопленочного светоизлучающего устройства для того, чтобы охарактеризовать его, измерить его спектр, его яркость, ширину линии. В нашей лаборатории мы занимаемся целым классом новых материалов для светодиодов, светоизлучающих ячеек, для солнечных батарей и фотодетекторов. В том числе очень много работаем с гибридными материалами, с перовскитами, объединёнными с металлоорганическими каркасами, с полимер-перовскитными чернилами, в том числе с инцилляторов. Это материалы, которые могут переводить невидимое высокоэнергетичное излучение в видимое. Все вы видели в мультфильмах, что от радиации всё начинает светиться зелёным. Так вот, это неправда. От радиации ничего зелёным не светится, поэтому она так опасна, её тяжело зарегистрировать. Но можно разработать такой материал, который при падении на него рентгеновского излучения начнёт светиться зелёным. Во-первых, его станет видно, а во-вторых, его можно будет задетектировать фотодетектором. У нас есть совместный проект с Российским центром гибкой электроники по объединению наших новых материалов с их технологиями гибких фотодетекторов. Если их объединить, то станет возможно фотографировать рентгеновское излучение. А это огромная польза, как в медицине. Потребуются меньшие дозы для того, чтобы снять снимок челюстей, потому что гибкий форм-фактор позволяет лучше и контрастнее получать изображение. В дефектоскопии, потому что станет возможным отказаться от существующих сейчас рентгеновских плёнок при изучении сварных соединений труб. А делать непосредственно фотографии в рентгеновском диапазоне плохих или хороших сварных соединений. Фонарик не рентгеновский, а ультрафиолетовый. Эта разработка называется «Умное окно». Для Петербурга, наверное, это немножко дерзко, потому что сейчас поясню. Нам хотелось показать потенциал вообще всех этих и люминофоров, и фотовольтаиков. В чём смысл этого прототипа? У нас есть часть, которая отвечает за накопление энергии за счёт солнечного света. Эта энергия аккумулируется в дневное время суток, а вечером оно может излучаться таким образом. Сейчас реализовано только на зелёном. Потенциально может быть любой цвет, наверное. Сейчас это запитывается от сети, потому что здесь солнца нет. Ну и для демонстрации всего устройства мы запитали его от сети, чтобы было более наглядно. То есть оно полупрозрачное, может выполнять роль обычного окна. Да, и вечером в качестве подсветки вот такой зелёный цвет. Прямо сейчас это может использоваться в рекламах. Ну, это, конечно, нужно доработать, но тем не менее. Потенциально это интересно Сбербанку и Мегафону. Сбербанк у нас был. Сбербанку было интересно, но они не готовы были как-то вкладывать. Ну, а мы не готовы были делать просто так. Вот лазерная гальваносканерная система, разработанная и произведённая в Белоруссии для решения целого класса задач. Основная её задача – это лазерное скрайбирование, удаление материала с полупрозрачных контактов, с стеклянной подложки. Но также мы ведём работы по лазерной химии, по восстановлению металлов из раствора на самые разные поверхности. Например, стекло. Отличительная особенность данной технологии – то, что здесь не нужны никакие шаблоны. Можно непосредственно любой паттерн нарисовать на стекле, либо ткани, либо кремнии посредством лазерного пучка. То есть получить металлизированную дорожку шириной 10 микрон практически на любой поверхности. У нас в лаборатории мы сейчас ведём работы по металлизации кремния. И эта технология может стать альтернативной существующим при производстве солнечных элементов, при нанесении шин, которые должны собирать электричество, генерируемое солнечным светом, и доставлять его к аккумулятору. Минимальная толщина такой металлизированной дорожки может быть 10 микрон, а высота – 1 микрон. Интересная технология. Но перейдём в другое помещение, где работают над передачей энергии без проводов. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok